Теперь ты должен сидеть на карантине, но у тебя есть два варианта. Вариант А. Сидеть в карантине с женой и детьми. Вариант Б. 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 Вариант Б. Всем привет! Меня зовут Ярхамов Ильнур, я журналист интернет-портал Казанферст. Подготовил для моего издания материал о том, как в Татарстане у нас некоторые компании, предприятия переходят на удаленный режим работы. Ну, в принципе, на такой режим переходят офисные работники компании, где помимо офисных работников есть еще и другой персонал, да, там сборщики, работа с клиентским персоналом. Они, конечно, пока еще в раздумьях, но уже просчитывают схемы. Я, конечно, журналист, и у меня есть возможность тоже трудиться удаленно, но в интернете и в соцсетях сейчас поднимается такая волна, что за удаленной работой будущее, что прям вот экономика, она будет работать на рельсах именно в дистанционном формате. Я не согласен с этим, я смотрю скептически на дистанционную работу, потому что, чтобы работать дистанционно, у тебя, во-первых, должна быть очень хорошая просторная квартира, чтобы там оборудовать место, где ты можешь работать, да. То есть, если вы живете в однокомнатной квартире с женой, с детьми, то у вас там не получится. Вторая причина, почему сложно будет переходить на удаленку. Давайте признаемся честно, не все люди, не все сотрудники могут отличиться прекрасным уровнем самодисциплины, потому что работа в доме, она все-таки расхолаживает. Хочется отвлечься, там, посмотреть сериал, поиграть в игрушки, да. И из-за этого, конечно, рабочие процессы дома могут затянуться, и ты будешь из дома работать уже не 8 часов, а 10, 12, 13. Ну, а почему бы тебе не поработать столько часов, ведь ты же спокойно сидишь у себя на диване. И третья причина, ну, эта причина связана сейчас с карантином, вы дома остаетесь, но вместе с вами дома еще дети и школьники, которые тоже учатся дистанционно, и может быть с вами еще и супруг, который тоже переведен на удаленную работу. Как с ними в одном помещении работать, не представляю, поэтому давайте мы будем все-таки послушаем других людей, да, как они тоже работают дистанционно, и как решают свои насущные жизненные, хозяйственно-бытовые проблемы, чтобы выполнить свою рабочую задачу. Всем привет, я Артур Яникеев, журналист издания Kazan First, сейчас во время карантина я работаю из дома, вот, можно сказать, мой рабочий кабинет, это мое любимое кресло из Икеи, на него я сажусь сразу, как проснусь, умоюсь, почищу зубы, заварю себе кофе, чай, и прям сразу беру ноутбук на коленах и ставлю, и начинаю работать. Дело в том, что долгое время я был субкором московских изданий, советский спорт, спорт экспресс, и работа на удаленке, в принципе, мне уже довольно-таки близка. Я люблю работать в шортах, люблю работать из дома. У меня два маленьких ребенка, бывает, что они бегают под ногами, естественно, мешают, не дают сосредоточиться, но я как-то к этому уже привык, и поэтому вот этот карантин для меня проходит довольно легко. Что меня может отвлечь? Отвлечь меня могут какие-то нелепые звонки, ну и, естественно, обед, завтрак и ужин меня могут отвлечь, потому что, ну, все-таки близость к холодильникам и близость к продуктам немножко так, немного дает о себе знать. Но я давно заметил такой факт, что если ты самодисциплинирован, то работать дома – это только в кайф. Все зависит от тебя, от тебя самого. Тем более мы, журналисты, занимаемся творческой, как бы, работой, нам не надо крутить одну и ту же гайку на заводе, и все зависит только от твоего эмоционального состояния. Придет тебе какая-то мысль, ты ее берешь и пишешь, все. Нет. Я думаю, как только снимут карантин, как только объявят о том, что все в порядке, можно выходить, ни один работодатель не разрешит работать из офиса. К сожалению. Дело в том, что, ну, принято считать, что мы еще к этому не готовы. Считайте «Казанферст». Добрый день. Меня зовут Гузель Незаймиева. Я работаю в пресс-службе Апарсбанка. С сегодняшнего дня я приступила на удаленную работу. Мой рабочий день начался, как и соответствует, в 8.30 утра. Но заранее, в 8 часов, я уже подключила ноутбук, проверила все доступы удаленные, проверила интернет, чтобы у меня все работало, чтобы мне не приходилось ехать в офис. Я сообщила об этом своему руководителю, что все доступы работают, я могу выйти на связь удаленно. После этого я приступила к работе, сделала свои основные несколько задач, которые были оперативные на тот момент. Получила несколько новых задач от своего руководителя и планирую до 17.30, как и полагается, сидеть и работать. Если я отвлеклась на обед, то я потратила очень мало времени. В течение около 20 минут мне потребовалось, чтобы разогреть и поесть еду. Сейчас я вам покажу мой рабочий стол. Ноутбук я свой рабочий расположила рядом с нашим основным компьютером домашним. Здесь же падает дневной свет с окна, что очень удобно. Рядом расположила свой рабочий блокнот, калькулятор, наушники и стакан с водичкой. Вот мой рабочий стол получается. Я выбрала для себя удобный мягкий стол. На нем мне сидеть гораздо удобнее. Вот таким образом я работаю. Да, у нас соседи делают ремонт. Я частенько слышу звуки дрели или перфоратора. Но меня это абсолютно не отвлекает. Во-первых, этот звук, он где-то подальше, не сильно близко к нам. Я его слышу не так громко. И это меня абсолютно не отвлекает. Муж и дети тоже не отвлекают. Их пока нет дома. Готовкой я планирую заниматься после работы. Так как основная еда у нас уже готова, все есть. Никто пока что сильно не отвлекает. Соблазн отвлечься от работы, он, конечно же, присутствует. Иногда хочется открыть в телефоне разные приложения, полистать. Хочется позвонить. Мне был такой случай, когда мне недавно позвонили не по рабочему вопросу. Я стала отвлекаться. Стала рассказывать какие-то случаи. Но потом я быстро вспомнила, что это мой рабочий день. И несмотря на то, что я здесь в уединении, но дедлайны все соблюдаются. Ответственность за мной. И я быстро завершила звонок. Сказала, что попозже перезвоню, ведь у меня сейчас рабочий день. Конечно, такие моменты присутствуют. Но у меня есть такой нюанс, что если у меня на ней висят какие-то задачи, которые требуют оперативного выполнения, или просто какой-то работы, проработки, я не смогу отвлечься на что-либо другое, пока их не закончу. Иначе от другой работы, других развлечений я не получу полного драйва. Поэтому я планирую до конца рабочего дня, до 17.30, делать все свои основные задачи. Если я их закончу, я закрою ноутбук и займусь своими домашними делами. Если не закончу, то продолжу. Возможно, какое-то время придется уделить, чтобы все завершить. На сегодняшний день пока никак не выявила недостатков и минусов удаленной работы. Меня никто не отвлекает. Я сама пытаюсь себя всегда держать в контроле, и ни на что другое не отвлекаюсь, кроме работы. Здесь также дома очень спокойно, что является таким преимуществом. Ведь я работаю в Open Space, и там постоянно приходится отвлекаться на некий шум, на некие какие-то просьбы. И это тоже требует какое-то время, приходится уделять какое-то личное время. Здесь у меня есть личное пространство, где я могу записать, что-то там подумать, сказать что-то вслух, почитать тексты вслух, если мне это понадобится. То есть здесь дома я чувствую себя очень комфортно. Но несмотря на это, я не думаю, что после коронавируса люди, которые должны работать в штатном режиме 8 часов в день, перейдут на удаленный режим работы. Ведь это требует тоже некой ответственности. Здесь ты постоянно в изоляции, ни с кем не общаешься, не поддерживаешь никаких контактов. Здесь ты один, и я считаю, что это не очень комфортно. Все-таки люди, которые привыкли работать в офисе, они получают удовлетворение не только еще от работы, а еще от того, что они общаются, что их окружает тот круг людей и их коллег, которыми они уже постоянно общаются, и они для них уже стали как семья. Ведь на работе мы проводим более 8 часов дня. Поэтому я не думаю, что после этой всей ситуации люди рванут на удаленную работу. Я думаю, что все останется в прежнем режиме, и мы скоро уже вернемся в прежний свой режим. Сможем посещать какие-то культурные, спортивные заведения, и сможем жить как прежде. Добрый день, Эльнур. Меня зовут Родион. Я директор департамента внешнеэкономической деятельности и импорта компании ТАЦПРТПРОМ. Меня зовут Вагапов Родион. Отвечаю на ваши вопросы. С чего начнем? На прошлой неделе прилетел из солнечного Таиланда в среды на четверг по возвращению в Казань. Узнал, что впереди меня ждут прекрасные 14 дней самоизоляции в формате работы на удаленке дома. Рабочий день начинается примерно в 7.30 утра. Начинается, как и обычно, с просмотра электронной почты и обращений в ЭДО, электронные документы обороте. По факту рабочий день, вот сейчас время восьмой час, мы с вами общаемся, и рабочий день еще не заканчивается, но я надеюсь, что подходит к концу. По факту, если сравнивать с обычными буднями, то рабочий день точно уж никак не меньше, скорее даже больше. Что касается рабочего места, я не знаю, как выглядит у ребят, которые в первый раз попали на историю с удаленным режимом работы. У меня оно абсолютно стандартное, оно представляет собой ноутбук, пару гаджетов, принтер, ежедневники и, конечно же, интернет. Позволить себе лежать на диване с лаптопом, что-то там ленивое отвечать в почте, конечно же, нет никакой возможности, и, скажем так, я считаю, что это не очень правильно, наверное. Что касается того, что может отвлекать время удаленной работы дома, конечно же, жена, ребенок, всем хочется общения, тем более, что в своем стандартном формате работы я, скажем так, уделял время и себе, и близким очень мало, и практически не видел их. Теперь все хотят компенсировать этот момент, в том числе и я, но есть один из важных приоритетов, основных – это, соответственно, работа. Да, относительно того, какие вещи удобнее, если ты постоянно находишься в офисе, то, несомненно, основной момент – это коммуникация, то есть можно ножками дойти до любого руководителя отдела, до любого коллеги для того, чтобы простимулировать кое-либо действие, либо обсудить какой-либо момент рабочий. На удаленном режиме все так же это возможно, просто необходимо какое-то время для того, чтобы настроить эту коммуникацию. О том, много ли останутся людей на удаленном режиме работы после эпидемии, когда сейчас все сложно, одно я могу сказать точно, что а, часть руководителей поймет, что есть сотрудники с отсутствием в офисе, которых не поменялось абсолютно ничего, б, в том, что также руководители поймут, что часть совещаний, которые до этого проводились, не требуют личного присутствия, их также возможно и нужно проводить в удаленном формате. И цель – это то, что работодатели поймут, что отправляя работника с высокой степенью самодисциплины на удаленную работу, он экономит свои средства на аренду, на все, на рабочее место и прочее. И, как я думаю, история с доверием и ответственностью сотрудника на удаленке, она выше, чем у обычного сотрудника.